Тем временем в Караганды родители полуторагодовалого малыша считают, что он стал инвалидом из-за прививки. Ее поставили, когда ребенку было 7 месяцев, и с тех пор состояние здоровья резко ухудшилось. Врачи диагностировали целый ряд заболеваний, в том числе и ДЦП. Но мама уверяет, что ее ребенок родился здоровым. Могла ли вакцина вызвать такие тяжелые последствия, выясняли наши корреспонденты. Маленький Нуром страдает от боли и судорог. Родители считают, что всему виной прививка. Но какая, сказать, затрудняются. Мама говорит, что до нее малыш развивался нормально. Вакцину ребенку ввели в 7 месяцев, вместо 6 из-за болезни. С тех пор состояние ребенка только ухудшалось. Малыш попал в больницу, где ему поставили ряд тяжелых диагнозов, в том числе цитомигаловирусная инфекция и детский церебральный паралич. 7 месяцев его осмотрел невропатолог и отправил на прививку. А потом в больнице ему кололи только магнезию. Но ему было хуже, и я потребовала, чтобы ее отменили. Потом поднялась температура и отправили в реанимацию. В итоге ребенок ослеп. Но врачи уверяют, что ребенок инфицировался цитомигаловирусом еще в утробе. Согласно их данным, во время беременности мама перенесла грипп, развивалась многоводие. Просто в первые месяцы болезнь не проявлялась. Мы сейчас видим результат инфекции, которая уже хроническая инфекция. И говорить о том, что кто-то пропустил, это очень сложно. Однако в обществе прав потребителей жалобами на прививки сталкиваются нередко. Чаще всего родители говорят, что после вакцины их дети стали болеть детским церебральным параличом. Они не предоставляют информацию. Но это у нас было выявлено по одному из процессов. То есть я не думаю, что если многим потребителям будут говорить о последствиях прививки БЦЖ. Врачи же уверяют, что риск осложнения от вакцины несоразмерно мал по сравнению с риском умереть от заболеваний, против которых делается эта прививка. У нас вакцинация ни в коей мере не может послужить причиной развития серьезных заболеваний, серьезных патологий, таких как, например, ДЦП. По словам Ирины Князевой, риск осложнения от вакцины БЦЖ 0,02%. Однако есть единичные случаи, когда родители подают в суды и выигрывают их. Эльмира Ежанова, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.